Почему гибискус садовый – цветок смерти Описание У гибискуса яркие и большие цветы, что привлекает внимание с первого взгляда. Издавна его разводят дома, сейчас популярен гибискус садовый. Люди, верящие реметы, необоснованно стали звать гибискус цветок смерти. Почему, кстати, никто не объяснит. Скорее, по причине общей тревожности социума. Какие бывают гибискусы? На вопрос, что означает гибискус, в словаре найдется объяснение, что это латинское слово, заимствованное с древнегреческого языка для названия «Алтерия». В культуре известно три вида различных сортов гибискуса – травянистый или гибридный, садовый или сирийский, домашний или тропический. Первые два выращивают в саду, как красиво цветущие кустарники. Лепестки варанковидных цветков белые, светло-розовые, с более насыщенным оттенком, серединки красно-пунцовые, фиолетовые, желтые, лиловые. Оба уличных вида зимуют на юге страны без укрытия, выдерживают до минус 29 градусов Цельсия, поднимаются летом до 120-180 сантиметров. Требуют минимального ухода. Какие бывают гибискусы? Комнатный вид чаще называют китайской розой, выращивают только в домашних условиях. У всех видов похожие строения эффектных цветов, что живут всего один день отличаются кусты и листья. Важно! Травянистые садовые гибискусы хорошо развиваются в постоянно увлажняемой почве. Описание видов. Нынешние садовые гибискусы селекционеры адаптировали к условиям умеренного климата с 50-х годов ХХ века. У травянистого гибридного гибискуса однодневные цветы крупные, до 20-25 сантиметров в восточной долготриаметре. Формируется на верхушках побегов. Стебли светло-зеленые прочные. Куст раскидывается до 60-90 сантиметров. Издали может быть похож на шток розу с огромными лепестками. Цветет обильно с июля до осени. Растение светолюбиво. Перед морозами побеги срезает у земли. Основание мульчирует. Садовый вид, что называется сирийским, так как создан на его основе, цветет, создавая бутоны по всему периметру куста, что достигает до 1,3-1,8 метра в ширину. Одиночные цветы, простые и махровые, диаметром 9-12 сантиметров, образуются густо у разных сортов свои оттенки. Есть яркие двухцветные комбинации лепестков. При грамотной обрезке цветы крупные и обильные каждый год. Без этой процедуры заметно мельчают. Кустарник влага и светолюбив. Вид гибискуса с другим названием, китайская роза, выращивают в помещениях. Домашний цветок также неприхотлив, растет до 0,8-2 метров. Главные требования в его агротехнике – светлое место, тепло и высокая влажность воздуха. Бутоны раскрываются простые и махровые, цветут с апреля по октябрь. В России чаще встречаются сорта с алыми лепестками, хотя у коллекционеров есть растения с различными расцветками. Именно об этом виде возникают неоправданные и бездоказательные сомнения. Гибискус – можно ли держать дома такой цветок? Любители его выращивают и не избавляются от живого украшения и естественного очистителя воздуха, не удаляют из квартир. Посадка и размножение растения. Для садовых гибискусов возможно размножение семенами, хотя сортовые особенности вряд ли останутся. Собрав осенью зерна, весной их неделю проращивают в смоченной ткани, затем помещают в субстрат. Ростки всходят через 17-22 дня. Гарантированно сохраняют свойства сорта, размножая гибискус черенками, которые нарезают в теплый сезон длиной 10-12 см. На верхушке оставляют 3-4 листка, срезав половину каждой листовой пластинки. Нижней частью черенок сажают в рыхлый субстрат, устраивая тепличку. Укореняются отрезки через 20-30 дней. При посадке черенков применяют стимуляторы корней образования по инструкции. Также легко размножаются летом черенками китайские розы, как по традиции готовы назвать вид тропического гибискуса россияне. В горшки пересаживают укоренившиеся растения через 45-50 дней. Первые 4 года тропические гибискусы каждой весной переваливают в большие по объему горшки, обрезая при этом после 2 лет роста ветки на 2 трети. Весной и летом подкармливают удобрениями для декоративно цветущих растений, действуя по инструкции. Обратите внимание, для комнатных гибискусов к почве с перегноем, песком и торфом добавляют измельченный древесный уголь. Инструкция по посадке. Большие кусты разделяют ранней весной, рассаживая на новые участки. При посадке подбирают место с плотенью, где солнце светит не менее 6 часов в сутки. Лучшая кислотность почвы для гибискуса 5,5-6,5. В субстрат к садовой земле добавляют перегной или компост песок. Чаще покупают саженцы в емкостях. При посадке подбирают место с плотенью. Алгоритм посадки после выкапывания ямы размером 50 на 50 см устраивает дренаж слоем 10-15 см. Наполняют посадочным субстратом и делают в нем углубление. Для кома земли саженцы из горшка переваливают саженец так, что Верх корневища только немного углубляется в грунт. Почву уплотняют вокруг ствола и делают круговую бороздку для полива. Уход Поливают растения умеренно, следят, чтобы почва не пересыхала. Поможет мульчирование приствольного круга измельченной корой или перлитом. Постоянно поддерживают грунт чуть влажным. Период засухи, иначе бутоны не будут держаться. Благотворным будет дождевание вечером. Подкармливают с ранней весны, внося комплексные удобрения для цветов, в которых содержание азота не менее 16%. Летом цветам нужен калий. В августе-сентябре удобряют калийно-фосфорными препаратами. В октябре поливают 30-40 литров воды. Мульчируют перегноем, окучивают. В опластях средней полосы России позже прикрывают молодые кусты лапником или мешковиной и спанбондом. Поливают растения и умеренно после весенней подкормки гибискус обрезают. Надо удалить ветки, что растут внутрь куста и поврежденные. Быстро вырастут молодые побеги. Затем растения формируют, обрезая ветки на одну третью. Куст станет более пышным и к лету создаст крупные цветы, что образуется на побегах текущего года. Дополнительная информация. После возможного небольшого обмерзания гибискус быстро восстанавливается и наращивает побеги. Уход за комнатным видом включает регулярный полив и опрыскивание растения. Организацию зимой периода покоя с температурой до 14-16 градусов Цельсия. Выделение места с ярким рассеянным светом. Борьба с болезнями и вредителями. И садовый, и комнатный гибискусы выносливы, редко болеют. При выращивании сталкиваются с пожелтением и опаданием листьев. Хлороз возникает из-за нехватки железа и азота. Избавиться от недомогания растению поможет подкормка хилатом железа. После пересадки корни поддерживают препаратами циркон или корневин. Жарким летом без полива куст страдает от вредителей. Паутинный клещ портит листья, высасывая сок. Признак – желтые пятна. Для лечения куст обрабатывают акарицидами. Трипсы откладывают яйца в почках бутонов, которые опадают. Применяют конфидор, фитовер и вертимек. Такие же препараты используют для избавления от ли, белокрылки, мучнистых червецов. Профилактику проводят ранее весной, опрыскивая куст смесью инсектицида и фунгицида, например, октара и хорус. Ландшафт. Гибискус украшает любой полутенистый уголок двора. Гибискус украшает любой полутенистый уголок двора. Его сажают в букетных группах возле роз или других цветущих кустарников на фоне строгостяных войнах в качестве живой живописной. Изгородя при разделении сада на зоны как яркий солист на клумбе, особенно если сформирован штамбом. Почему гибискус назван цветком смерти? Стойкий предрассудок цепко держится в народной среде. Почему же гибискус садовой прозвали цветком смерти и откуда появилась фотостранная примета? Считается, что она пришла из Европы и относится к комнатному красивому растению. Бытуют мифы, что цветок, распустившись в неравычную пору цветения, к несастью. Из-за этого кто-то сомневается, можно ли гибискус держать в квартире. Некоторые суеверные люди решаются убрать растения из дома. Те хозяйки, кто не верит предрассудкам, годами лубуются пышным гибискусом, что озаряет своим цветением семейный быт. Стоит завести эффектные кусты на садовом участке. Несложные заботы по уходу принесут уют и умножат красоту сада. 00VOT article rating Редактор субтитров А.Семкин